Столкнуться с ним можно практически в любом общественном месте, а не заразиться поможет только ранее туберкулейная диагностика и хороший иммунитет. Врачи кружного противотуберкулезного диспансера обеспокоены увеличением количества отказников от реакции МАНТУ на фоне роста заболеваемости в регионе. По этому поводу медики встретились с представителями СМИ и ответили на все волнующие вопросы. Чтобы предупредить заболевание ребенка туберкулезом, надо принимать все необходимые для этого меры. Первоочередной врачи называют реакцию МАНТУ. К сожалению, медиков с каждым годом растет процент отказов от такого метода противотуберкулейной диагностики родителями, не знающими законодательство. Ведь если раньше проба носила необязательный характер, то со 2 июля прошлого года вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Согласно им, дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых не представили в течение одного месяца с момента постановки пробы МАНТУ заключения афтезиатора об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детской организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-афтезиатора об отсутствии заболевания. То есть при поступлении в детский сад необходимо заключение врача-афтезиатора. Кстати, проба МАНТУ совершенно безвредна как для здоровья детей, так и для лиц с различными сопутствующими заболеваниями. Введение поправок в санитарное законодательство врачи считают своевременной мерой на фоне растущего с каждым годом показателя детской заболеваемости. С 2009 по 2011 год в округе она отсутствовала. В 2012-м заболел один ребенок, в 2013-м уже семь, из них двое подростков. В прошлом году зафиксировано три случая. За 15-й год заболело уже в два ребенка и один подросток. Все дети были выявлены при профосмотрах, то есть методом реакции МАНТУ. Также медики отмечают, реакция МАНТУ – это не прививка, а диагностический тест – очень важный и нужный метод для раннего выявления как инфицированных туберкулезом. Кстати, что касается симптомов заболевания у ребенка, распознать болезнь самостоятельно практически невозможно. Туберкулез у детей протекает совсем не так, как у взрослых. Он малосимптомен. И практически бессимптомный, при малых формах туберкулеза, симптомов родители не увидят. Косвенные признаки могут быть там какое-то недомогание, может быть какая-то утомляемость, может быть, почаще стал болеть. Как известно, болезнь передается воздушно-капельным путем. Туберкулезная палочка очень жизнеспособна и устойчива к условиям окружающей среды. При разговоре, кашле и чихании больной человек выделяет бактерии, которые находятся в воздухе до 6 часов. Само заражение по себе не предполагает, что у человека обязательно развьется туберкулез. Все зависит от того, насколько иммунная система настроена на борьбу с туберкулезом, на борьбу с палочками, микобактериями туберкулеза. Если иммунная система должен образом, простым языком говоря, ответит, то заболевание не получит своего развития, у человека не развьется ни клинической картины, ничего. Если обратиться к статистике заболеваемости среди взрослого населения, то в течение прошлого года медики зарегистрировали всплеск заболеваемости. Туберкулезом заболело 42 человека, из них 13 мигрантов и 29 жителей округа.